Наши группы объединили в конце мая, перевели нас в левое крыло и объявили о начале ремонта. Ремонт начался 24 июля, то есть больше полутора месяцев ремонт абсолютно не начинался в детском саду. Заведующая нам писала о том, что терпите 20 августа ориентировочно будут закончены ремонтные работы. Ремонтные работы не только не закончены, а еще началось разрушение фасада. Водостоки, которые новые повесили после дождя, отвалились, начали отваливаться кирпичи. Если вы сейчас посмотрите с кирпичного перекрытия, это хорошо, в тот момент не было детей. Мусорный контейнер поставили на детскую площадку, там 50 сантиметров, где гуляют наши дети. И на прогулку они вынуждены были обходить этот мусорный контейнер, наполненный мусором. Как бы это небезопасно и по Санпину это никак вообще не должно находиться, где дети. Да, то есть строительный мусор разложен по периметру всего детского сада. Где-то огорожено ленточками, где-то не огорожено. То есть это очень вообще опасно для детей. Как нам объясняли, один подрядчик ремонтирует школу и ремонтирует детский сад. То есть, как мы поняли, основные силы были брошены на школу. Да, обратились вчера мы, когда уже к заведующей, по крайней мере, мусорный контейнер убрали. Прокуратуру Московской области, Министерство образования, в Роспотребнадзор и в ГОСОДНИТЕХНадзор. Ответов пока ни от кого не получено. Единственный ответ от Истринской администрации сегодня с утра пришел о том, что непредвиденные обстоятельства возникли, что разрушение стены. То есть, изначально смету на глаз, видимо, делали ремонт детского сада, что при затирании швов стена обрушилась. До этого не видели, что аварийное состояние фасада, корпуса, здания. Соответственно, Истра ответила, что 3 миллиона рублей практически выделено на ремонтные работы. Вот, ремонтная работа проводится. Внутри я не скажу, что она проблемная, потому что в том году и окна меняли у нас, и группы теплые. Вопросов к внутреннему оснащению детского сада нет. Но наружнее оснащение, оно в аварийном состоянии. Администрация детского сада молчит. Не объясняет, как вот с 1 сентября сад зафункционирует в полном режиме, дети все вернутся с пусков, как дети будут посещать детский сад, не объявили.